МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкт-Петербург сейчас ничем не отличается. В принципе, он и никогда не отличался от других городов, региональных городов. Поездка у нас практически точно такая же, как и в Екатеринбурге, в Новосибирске и в других городах-миллионниках, да, собственно говоря. Основа нашего контента, который сейчас есть в новостях в целом, это криминал, это погода, наша плохая петербургская погода. Может быть, еще какие-то темы, там, бантичные разные истории, которые происходят в зоопарке, например, когда привозят новых зверей в зоопарк. Естественно, проблемы с парковыми зонами и так далее. То есть больше новостей у нас особо никаких нет. Хорошо, а о чем тогда писать СМИ? В городе же не один десяток электронных СМИ. То есть это, по сути, переписывание друг друга? Это большая проблема, да. На самом деле, если сейчас посмотреть агрегатор Яндекс.Новости, мы увидим, что там есть несколько сюжетов, в которых одни переписывают за другими. И вопрос заключается в том, кто раньше подал эту информацию, и кто позже. Ну, и редко-редко случаются какие-то очень эксклюзивные истории. Примерно раз в два-три дня происходит выстрел каким-то инфоповодом, который дальше те, кто не могут проверить самостоятельно, переписывают со ссылкой, либо перепроверяют и точно таким же образом пишут. Хорошо, а есть ли смысл в этих условиях вообще заниматься некой расследовательной журналистикой, ковыряться в чем-то, искать проблемные активы, искать скандалы, которые не всплыли? Проблема в том, что расследовать нечего в городе Санкт-Петербурге. Весь бизнес, который, скажем так, теневой бизнес, который был когда-то в Санкт-Петербурге в 90-е годы, в начале 2000-х, уехал, переместился в Москву. Какие-то тоже суперинтересные темы, которые касались чего-то другого, остросоциальные, тоже у нас достаточно вяло представлены. Сейчас вопрос в скорости. Все события одни и те же самые, то есть это топ-15-20 новостей, которые происходят в городе Санкт-Петербурге. Кто-то пишет первым, кто-то пишет пятым, кто-то пишет двадцать первым. Собственно говоря, другой разницы нет. И мне не совсем понятно, зачем существует громадная куча средств массовой информации, которые пишут двадцать пятыми те же самые новости через четыре часа, через пять часов после того, как их написал флагман. Хорошо. С флагманами все понятно, с бизнесом тоже более-менее все понятно. А как быть с политическими новостями? Политическая повестка появилась в городе? Политическая повестка очень сильно оживилась в городе Санкт-Петербурге после осени предыдущего года, 2018-го. Связано это с тем, что ушел Георгий Полтавченко на место временно исполняющего обязанности пришел Александр Дмитриевич Беглов. Сейчас вокруг выборов губернатора сформировалось целое облако информационных поводов, которые генерируют как сами кандидаты, так и те люди, которые хотят просто попиариться на этом. Соответственно, откуда-то в последнее время появились те люди, которые совершенно не выходили на политическую сцену, они тоже высказываются за, против и так далее. То есть все это входит в Яндекс.Новости, все это формирует нашу политическую повестку. Я очень надеюсь, что после выборов вот этот вот фон информационный, политический все-таки не будет снижен, и напряженность останется. Это интересно. Хорошо. А если бы в Петербург начали продолжать переводить большее количество политических институтов из Москвы? Была же идея совсем недавно, по-моему, даже Государственную Думу в Петербург вернуть. Ну, она же тут начиналась, поэтому в Петербург возвращение помогло бы ли это оживление города? Честно сказать, та федеральная повестка, которая в настоящий момент реализуется в городе Санкт-Петербурге, например, по работе федерального суда, Верховного суда, она очень далека от города Санкт-Петербурга, потому что там все равно решаются какие-то федеральные дела. Конечно, корреспонденты петербургских изданий приходят и освещают это все, но на жизнь города Санкт-Петербурга это влияет очень мало. Хорошо. В заключении, какие новости, по вашим ощущениям, будут писать городские СМИ через год, через два, через три? Это будет все то же самое, или все-таки есть надежда на некое оживление рынка? Я подозреваю, что будет все то же самое. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Тимофей Шабаршин, главный редактор Невских новостей. Редактор субтитров А.Семкин